Добрый день, уважаемые зрители! Это небольшой гайд по овцеводству. О том, как сделать всё от начала до конца, полностью подробная инструкция. Возможно, я что-то забуду, а что-то не забуду. Ну, вот, если что, пишите в комментариях свои отзывы. Я сейчас не снимаю гайды, потому что пришёл к выводу, что базовых знаний по этой игре достаточно, чтобы потом самостоятельно всё изучать и пробовать. И даже вот этот процесс самого изучения, он достаточно интересный. Если же у вас есть какие-то вопросы, либо какие-то моменты более сложные, пишите в комментариях, либо заходите в ДИС и пользуйтесь этой информацией. Итак, для того, чтобы наладить вот такую ферму, что нам нужно? Нам нужно обязательно построить забор. Это первое, что нужно сделать, потому что если вы потом приручите вашу овечку, а у вас не будет забора, она просто будет бегать, где-то исчезать и всё такое. Как делается забор? Забор делается следующим образом. Вам для этого нужно два инструмента. Steel Edge, вот такой. Вот я его несу сюда. И лопата. Это из сложных инструментов. То есть без железа вы это никак не сделаете. Затем нам нужно две досточки. Вот такие. Это не досточки, это брёвна, брёвна. Так что у нас там рюкзачки есть. Ничего нет. Нам для этого нужен острый камень. Где я его положил? Давайте поищем. Не флинт, а именно острый камень. Ага, я его где-то посеял, походу. Ладно, ладно. Возьмём и сделаем острый камень. Взяли. Сделали острый камень. Обтесали два полена. Сложили их вместе. Steel Edge применили. Получилась вот такая штука. Чтобы её положить или покласть, вам нужно, во-первых, вот это. И пару раз стукнуть. Вот смотрите. Это для того, чтобы положить пол. Следующий это для того, чтобы положить горизонтально. Если у вас будет вертикально, то нужно вот так. И углы делаются вот таким следующим. Мы сейчас будем делать просто горизонтально. Вот, кинули. Затем мы взяли лопату. То есть два железных инструмента. И теперь мы суём вот сюда. Всё. Вот таким образом готовится фенс. Для того, чтобы сделать из него ворота, вам понадобится ещё добавить туда обычную деревяшечку. Сейчас покажу. Так, вот, вот весь процесс. Мы копаем. И мы вставляем. Вот. А чтобы сделать именно ворота, давайте поищем, если тут сохранились деревяшки. Вот, сохранились. О, блин. Забыл спрятать. О, оно не влазит. Хорошо, ладно. Надо не забыть, что я оставил тут. Вот, тащу. Два раза к камушкам. И щёлкнув сюда. Вы делаете ворота. Всё, оно будет автоматически открываться, когда вы будете входить. Вот, смотрите, оно, видите, срезает. Следующее, что нам нужно, это подготовить лук со стрелой. Для лука вам нужно вот такое брёвнышко. Немножко кривое. И вам нужно... Вам нужно... Не-не-не, я ошибся. Не такое кривое, а вот обычное прямое брёвнышко. Всё время путаю. Давайте поедим. И для него нужна верёвка. Сейчас немного побродим. По какой причине? Потому что я не заготовил заранее верёвочку. Сейчас покажу. Потому что у нас тут будет практически полный цикл. Я хочу, чтобы вы видели все элементы. Вот мы бежим где-то искать верёвку. Это ещё не так просто окажется. Но благо, зум у нас большой. Вот у нас есть. Раз. Да-да. Тут ещё поищи. Я заготовил дополнительную верёвку для следующего этапа. А вот для этого этапа не подготовил. Забыл, что я ещё должен сделать верёвочку. Нам нужна верёвка для лука. Готово. Всё, возвращаемся. Я использую большой зум. Когда я буду играть, делать что-то, я буду специально приближать. Так как меня попросили на нескольких видео, чтобы я приближал, чтобы было лучше видно. Потому что многие смотрят на небольших мониторах. Назовём эти небольшие мониторы. Мобильными устройствами. Вот. Я возвращаюсь. Мне так удобнее хоть понять, где я нахожусь. Итак. Лук. 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 Вот. У нас есть лук. И что нам нужно? Нам нужно острым камнем обтесать. Вот. И после этого мы применяем. И у нас готов лук. Теперь мы готовим стрелу. Для стрелы нам нужен скивер. Скивер это палочка вот такая. Которая просто вырывается из земли. Вот. Взяли. Что у нас? Опять не влазит, да? Взяли скивер. И скивер. Затем нам нужен для этого ещё флинт, камень и перья. Перья ещё тоже надо обработать флинтом. Вот. У нас перья. Перья берутся следующим образом. Подбегайте к уточке. Щелкнули по ней. Пёрышко образовалось. И нам ещё нужно будет кремень. 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 Кремень мы сможем добыть. Из обычного. Вот. Из таких кусочков, да? Делаем кремень. Всё. У нас готов кремень. Кремень нужно тоже заточить. Так, вот. Вот. У нас появился наконечник стрелы. Надо всё-таки выложить. Не носить столько с собой ерунды. А то мы... Что там у меня такое? О, боже. Да. У меня тут просто целый запас. Так. И нам нужна ещё нитка. Ещё одна нитка для стрелы. Иначе она не будет работать. Да, я так правильно понял. Да. Что-то мы забыли совсем, что тут нужно очень много ниток. Давайте сбегаем ещё раз на юг. Я специально старался не готовить всё. По причине, что... Чтобы показать, насколько это может быть хлопотно. Например, на другой базе у меня просто полностью всё это лежит рядышком. А тут я вот, видите, бегаю и показываю. Что процесс может быть непростой. Вот. У нас подготовили. Опять забыл. Можно было хотя бы принести поближе немножко. Мы таким образом готовим лук. И теперь у нас наконечник. И ещё нам нужно... Ещё один кремень. Мы берём перо. Обрабатываем его. И у нас готова стрела. Всё. У нас есть лук и стрела. И у нас есть верёвка. Это то, что нам понадобится для этого. Давайте возьмём с собой еды. Так. И найдём верёвку. Верёвку я тут положил. У меня есть лук, как видите. Я это сделал запасной, чтобы показать полный процесс. Я кладу верёвку. Ещё что нужно приготовить заранее. Это классический рецепт для кормления животных. Вот. Давайте приготовим. Это то, чем вы будете кормить своих животных, обязательно. Его не обязательно растолочь. Всё. Мы берём лук и стрелы и отправляемся на поиск муфлона. Это усыновлённый, приручённый муфлон. А нам нужен муфлон, который не приручён. Начинаем их искать. Нам нужен не просто неприручённый муфлон. Нам нужен муфлон с ребёнком. Вот, смотрите, это муфлон, но он без ребёнка. И вот муфлон, он без ребёнка. Нам нужны муфлоны с детьми. Ищем, 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 ищем. Либо ждём, когда появится. Бегаем, бегаем, бегаем. Ждём, когда появится. Нет, пока не появилось. Просто муфлон нам не подойдёт. Вот, муфлон с ребёнком. Ловим его. Всё, мы в него выстрелили, убили. Теперь мы достаём верёвку. Берём маленького этого муфлончика. Лэмп. Не помню, что это. Ягнёнок, да. И тащим его в наше заграждение. Разумеется, желательно поближе к базе, потому что отпустить вы не можете. Отпустив потом, ну, придётся его ловить. Вот я привёл его сюда. Отпустил. Верёвочка освободилась. И нам теперь нужно его покормить, иначе он умрёт. Так, я только что это делал. И куда я его поставил? Вот я поставил. Мы бежим к нашему муфлону. Главное, не перепутать его ни с кем другим. Вот он, маленький. Кормим. Всё, мы его покормили. Он вырастет вот таким муфлоном. Этим уже приручённым муфлоном большим. И приручённый муфлон через какой-то промежуток времени... Давайте даже посмотрим точно, через какой промежуток времени. Вот. Он через 3 секунды, когда там 6 секунд, 5 секунд двигающийся. В общем, у него есть каждые 6 секунд шанс сгенерировать маленького ребёнка. Вот этот маленький ребёнок, он появляется и начинает бегать. Если его покормить, он превратится в большую овцу. И сгенерирует какашечку. Собственно, какашечка позволяет делать удобрения, компост. А сам муфлон вы можете снять при помощи ножниц с него... Как это? Вул, 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 вул шерсть, что ли. Вот. Снять с него шерсть. И использовать её для дальнейшего пошива. Но для пошива вам нужен станок ткацкий. Это достаточно непростое устройство. Хотя всё познаётся в сравнении. Вот. Мы подготовили. Теперь мы ищем маленького такого. Но их нету. Он умер. Нужно подождать некоторое время. Давайте скушаем пока. Заодно отнесём стяжку куда нужно. Вот. Отнесли. Это я просто пытаюсь продлить вот тут дальше свой забор. Хочу сделать ещё для других животных небольшой загон. И ждём. Вот. Появился муфлон. Через неё появилась маленькая овечка. И теперь её нужно подойти. Вот. Покормили. Ага. Так. И давайте пока сбегаем за лопатой. Где-то она тут была. Если я не ошибаюсь. А, не. Лопата справа. Вот. Бежим, 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 бежим. Взяли. И побежали. Теперь у нас два муфлона. Они будут два раза чаще производить. Это не самое лучшее решение. Но, тем не менее, я его сделал, чтобы показать вам в этом гайде, что куда как. Ждём, пока он вырастет. Сразу же заберём какашечку. И будем собирать вот шерсть. Никак не хочет. Вот. Всё повзрослел. Какашка забирается. Относится в ведро. С самого муфлона забирается шерсть. И его... И таким образом его можно зарезать. Зарезать на мясо, чтобы использовать для пирожков. Он там используется только, по-моему, всего в одном рецепте. Вот. Берём. Тоже зарезаем. Тут нужно применить два раза. И... Вынести это, например, отсюда. Выносить нужно по какой причине? Поясняю. Дело в том, что вот это тело животного умирает, пропадает намного дольше, чем маленькие муфлоны. Маленькие овечки. Вот. По-моему, у него время пропадания что-то в районе часа. Из-за этого очень желательно, если вы убиваете, выносить, чтобы тут были свободные слоты и появлялись новые животные. Вот практически полный цикл, если вам интересно, хайды по какому-то определённому вопросу, пишите, пожалуйста, я их буду делать. На этом, наверное, всё. Из маленьких хитростей давайте ещё всё-таки кое-какую информацию покажу. Вот. Может вам пригодится. Очень удобно для животных. Многие так делают. Если вы играли на большом сервере, вы могли это заметить. Многие собирают специально всё это в ведро. Заранее. И переносят в ведрах. А потом просто делают массовое кормление. Это позволяет, ну, позволяет массово кормить, по сути. Так. Давайте несколько морковок засунем себе. Не можем. Больше одной. Во-первых, засовывание в ведро автоматически его как бы перетирает. Это годится для некоторых рецептов очень даже неплохо. Вот мы сейчас, например, целое ведро такой штуки сделаем. И потом просто будем их кормить. Это достаточно удобно. Сделать ведро, отнести. И потом использовать. Так. Несём. Так, вот-вот-вот мы всё делаем. Я стараюсь, по вашей просьбе, маленький зум делать, но иногда забываю его включать. Вот-вот, щёлкаем-щёлкаем. Морковка. И это, по-моему, ещё не полное ведро. Давайте дозаполним. Ой, это у нас лишнее. Это тоже лишнее. А вот это не лишнее. А забываю выкладывать всё время. И... И вот у нас, наверное, последний, да? Давайте это сразу заберём. Вот. Таким образом люди делают массовое сразу производство овец. Вы приносите сюда, выкидываете сразу же миску. И начинаете их просто смотреть и кормить. Вот. Ну, наверное, всё. Для того, чтобы делать нитки и шить нормальные костюмы, вам понадобится лум. Вот, видите, я пользуюсь всё ещё, как это называется, шинскип. В общем, шкура овцы. У меня нету нормальной одежды. Из такого, что бесплатно, можно сделать только шапочку и деревянные тапки. Ну, и, конечно, кроличья одежда. Она, кстати, лучше, чем тканевая. Но она требует непрерывно её делать. В общем, если есть вопросы, пишите. Всем спасибо. До свидания.